Везде сый и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди, селися мы, и очистины от всяких скверны, и спаси блажей души наша. Отец наш Небесный, позволь нам провести эти занятия по Слову Твоему Святому. И даруй нам быть не как те, которые отказались от Тебя и всех чудес Твоих, и погибли в пустыне этой, закопанной в песке. Даруй, Господи, чтоб души наши воссияли в Царстве Твоем Святом, в Небесном Иерусалиме, со Словом Твоим. Помоги, Господи, и веди дивную милость Твою на нас. Даруй навсегда помнить чудеса Твои, все, что сделал Ты для нас, и возвещать потомкам нашим, и тем, кто будет после нас, роду грядущему, и даже мятежному. Господи, Ты пришел к тем, которые уже погибли, и мы также погибли, и Ты восставил нас из ничего, из земли, из праха соделал нас верными Тебе, осветил нас Словом Твоим, соделал святыми Твоими. Помоги, Господи, все преодолевшее устоять, на надежду воскресения и жизнь вечную, Господи. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Подайте, пожалуйста, к нему. Второй том Нового Завета. Второй том Нового Завета. Да, вон там. Первую страницу, первую. Первую. А я думала, я это летила. На вторая. А что раньше не было у нас занятия? Как не было. А, точно, точно, да. Да, да, да. Ну, так же, Римлян, 12 глава, 8 стих. Продолжаем. Не мешаю? Исследование Священного Писания с толкованием блаженного феофилакта, архиепестского, болгарского, в основном толкование святителя Иоанна Златоуста. Увещать или увещевать, так, давайте мы это, наверное, уже пойдем дальше. Девятый стих. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Короткий такой стих, очень емкий. Иоанн Златоуст на него говорил бы, наверное, в месяц. Но мы не Иоанн Златоуст, мы сейчас прочитаем блаженного феофилакта. Ибо такова истинная любовь. Кстати, вот как раз сегодня, как бы я как ведущий же был, я хотел свое выступление закончить словами этими. А теперь где-то остается вера, надежда, любовь, но любовь среди них выше. И вот как раз у нас тут о любви идет. Вот все, что мы сегодня говорили, если бы не было любви вообще на свете, ничего бы не было. То есть нечем было объединять. Люди, которые неверующие, они не могут понять чего-то. Вот мусульмане или там свидетели, так называемые от имени Его лжесвидетели. Они не могут понять, как так Бог троичен. Если бы у Бога не было любви истинной. А что такое истинная любовь? То есть вот она, вот она, явная любовь. Вот она, любовь. Какая любовь? Как говорит апостол Павел, вот вы, письмо мое. Вы и есть та любовь, которую я показал. Как вы. А вот в самих. Вот сегодня, кто внимательно проповедь слушал, Христос сказал, вы храм Духа Святого. Вы и через нас самих Он показал на нас, кто мы есть. Как это возможно сделать? А Господь всегда так делал. Почему? Он при мудрости, вот переписно пение. Будь мудрым. А как это? А вот мудрым, смотри, зри в корень. С чего начинай? А вот Родина, где твоя? С чего начинается Родина, поют безбожники? И начинают там картинки. А мы скажем, с чего наша Родина начинается? С чего начинается? С любви Божьей к людям. И в чем она выразилась? Где она? Квентэссенция. Любят профессора пять слов. В чем? Высшее создание. Адам. Адам был сотворен Господом по любви великой. Если бы не было любви этой, то нам бы не досталось ни кокошенькой любви. И мы не могли бы ее проявить на наших близких. А теперь мы выполняем закон Христов. Возлюбить ближнего своего, как самого себя. Возлюбить, говорит, Господа Бога твоего. Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением твоим. А потом, говорит, а вот равная ей. Возлюбить ближнего того, как самого себя. Подравнял любовь к Богу, к ближнему. А почему? Да ближний любит Бога. И он сотворен им. И через это ты должен быть точно таким же. Любите, говорит, друг друга. Долюбите друг друга. Долюбите, не любите, а долюбите друг друга. То есть всегдашнее пребывание в любви. Не просто когда-то там начнете друг друга. Один любит, говорит, неразделенная любовь. Или любовь там треугольник какой-нибудь. Любить. Каждый должен друг друга любить. И тогда получится, что это тесто получится. А закваска наш Господь Иисус Христос. Его учение святое. Вот его слово, которое мы сейчас проходим. Продолжим толкование. Дальше. Это о любви толкование. Ибо такова истинная любовь. А с ней удобно совершается все. Удобно. Слово такое интересное. Ну как бы церковнославянское. И кто ж, я тут много емкое. Благотворитель будет благотворить охотно. Доставляя ближнему, как саму себе. О Господи, помилуй. Только не надо сегодняшней церкви вспоминать. Дальше. Начальник будет начальствовать с усердием, подвязаясь за ближнего. Как за самого себя. И так далее. Какое бы поприще у нас открылось в церкви-то Божией. Игнатий Игнатий говорит, и священники нас должны гнать, и то. И только подивившись в себе. Как же так? Ну почему? А ведь Иисуса Христа гнали с самого начала. Он еще младенец лежит. За ним уже охотятся. Убивают 14 тысяч младенцев. И по сих пор не знают, убили, не убили, там споры идут. А души младенцев к Богу уже вопиют. Убили, конечно. Если уж его убили за то, что он проповедовал свое учение благое для вечной жизни, ведущая людей ко спасению от грехов и сатаны, то что там говорить в младенчестве? Да еще и да. Ясно, что убивали. Но так, как и любовь бывает во вред. Это вот уже новое для нас. Например, между людьми, соглашающимися на грабительство и тому подобное, то прибавляет «отвращайтесь зла», то есть ненавидя зло от души, указывает на ненависть сильную и всем сердцем. Немало таких, которые хотя не делают зла, однако желают его. Поэтому, говорит, я требую, чтобы ненавидели зло всем сердцем, чтобы душа очистилась. Поскольку я, говорит, предписал вам любить друг друга, то не думайте, будто я возбуждаю вас содействовать друг другу и в худых делах. Совершенно напротив. Я желаю, чтобы вы чуждались не только худого дела и всякого душевного расположения к нему. И даже всякого душевного расположения к нему. Недостаточно удаляться от зла, но должно еще прилежать к деланию добра. Прилежать – тоже такое слово, интересно, я должен понимать. Недостаточно удаляться от зла, но должно еще прилежать к деланию добра. Поэтому и говорит, прилепляйтесь к добру. То есть имейте к нему расположение и любовь. В таком смысле и Бог, соединяя мужа с женой, сказал прилепляться к жене своей бытия. Вторая глава, 24 стих. Короткое предложение, а оно следующее. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь к злу, прилепляйтесь к добру. Прошу вас. Когда меня спрашивают люди, а неужели вы так все толкование Библии знаете? И, конечно, нет. Но зная на основной конструкции Новый Завет, тогда остальное высвечивается в этом свете. Особое правило. Никогда то толкование, которое у тебя есть уже, не должно противоречить ни одному месту Священного Писания. У сектантов узов зеленая Данаисия, что такое секта, они берут один стих и Иегова. Они дальше не могут идти. Узнали имя Иегова. А что Саваоф написано, вы не слышали? Даже не поминают никогда, как будто это не его имя. У него 500 имен у Бога разных. И так надо, видите, взяли суббота. Суббота, суббота. Они не понимают, что суббота Ветхозаветняя кончилась. Суббота вечная. Суббота вечная это субботство земли, показывает дальше апостол Павел. А слово субботство вообще оно отсутствовало. А как? В новозаветнем плане все. Створю все новое. Новое что творит Бог? Дерево то же самое, земля та же самая. Новое творит в человеке. Человек вершина его творения. И в этом плане надо все понимать. Творит что новое? Сетиль вышел с земля, падал. Какая? При дороге затоптанная. Терновник. Это все сердце человека. Он новое творит. Как новое? Субботу. Субботу человек отдыхал от всякого труда. Все на этом кончилось. А теперь Господь творит в эту субботу, сойдя в преисподние места земли. И покой наступает только в воскресенье. И суббота образно указал на первый день творения нового человека. Переходит. Заканчивается седьмым. И начиналось новое. Мне это было понятно до Блаженного Августина, до Иоанна Златоуста. Сразу Бог положил. Почему? Когда люди говорят, ну я на него говорил, вот так вот. Потом истина открылась. Я сказал, ну прости. На этом не надо заканчивать. Я продолжаю дальше. Скажи, когда ты это говорил, ты знал, что это правда? Ну я так и думал, что правда. Да дело-то не меняется. Ты зайди на мой форум. И там примерно третья строка на первой странице написано. Мусульмане. И выступает Мухаммад Мухаммадов. Обязательно надо посмотреть. Молодой, красивый, в папахе стоит и говорит. И полный зал одних мужчин, ни одной скамейки. Все только на коленях стоят. И он говорит проповедь. Если слово там некоторые убрать у него. Он так говорит предложение по-арабски. И сразу по-русски. И опять по-русски. Он рано говорит. И русский почти никакого акцента у него нет. И говорит об языке. Что нас больше всего губит и ведет в ад. Да ты из святых отцов все взято это. Но у него отдельным словом называется молва, в которую ты верил. А другим словом называется молва, в которую ты не верил. Заранее знал, что это злое. Но они обе, говорит, тянут в ад. И грех их такой большой, больше чем 70 прелюбодеяния. То есть они этот грех не считают за грех прелюбодеяния. Но остальное, он говорит, настолько хорошо, настолько правильно. Виктор Андреевич позвонил, я дал ему указание. Он прослушал. Я батюшке дал прослушать. Это взятое из добротолюбия святых отцов. И он обращается к мусульманам. Чтобы даже не думали плохо. Он самый прилог разбирает, как Ава Исаия, а вот там Марк. Не евангелист Марк. И это говорит молла. Да с таким он жарим говорит, с такой верой. Надо все время помнить судный день. Предстанем Аллах, как будет. И чтобы человек точно мог говорить. Не ошибиться. Вот сидит на коне и называет Аль-Дор-Ахман. И вот другой подошел и спрашивает, сколько ног у твоего коня? Он молчит, слез и начал считать по одной ноге. Так, два, три, четыре ноги. И говорит, у моего коня четыре ноги. И опять залез. Зачем он слазил? Он мог бы сказать, ты внизу и сосчитай сам. Или сказал бы, что ты смеешься? У коня ребенок, знаешь, четыре ноги. Не три ноги у него. А для того, чтобы быть ответственным. И Бог дал, говорит, два ангела. Один стоит справа, другой слева. Который справа записывает все добрые дела. Где ты кого оболгал, а слева, который ты неправильно. Худрам. И вот это там по-своему худрам. Он теперь тебя потянет. Он на Суде Божьем покажет. Да это из жития святых взято все. Они все на коленях стоят. И один только парень малой стоит. Руки поднимет. За голову возьмется и опять упадет. Что-то тот натворил, видать, такой. Один стоит. По ему в коридоре место дали. А один за порядком смотрит. Все до одного на коленях. Все. Как Дмитрий Смирнов говорит. Посмотрите, сколько их вышло. Говорит, 200 тысяч. Это не 200. Полтора миллиона. В Москве. Полтора миллиона. Боятся люди этим кварталом пройти. И все, мужики. А у нас в церкви одни бабы. Одни старухи. Это пять раз в день собирает он на намаз. Полный храм. Полная мечеть. У нас собери. За три тысячи лет ни разу не собирали. И он говорит о слове другом. Ну, я не знаю. Или я пошутил. А этот ангел все пишет. Для чего? Что два свидетеля на суде Божьем будут. Что ты лгал. А без языка говорит. Черный язык. Один какой-то называет тоже там по-своему. Пришел к правителю. И говорит. Я хотел тебе рассказать. Ты одного человека. Он говорит. Подожди. А это хозерам-то по-своему. Это лошадь, я сказать, говорит. Он говорит. Ни слова не сказал. Повернулся и пошел. Только спину показал. У него не было хорошего слова. Какому-то учителю. Он не наговорит златоуса. А говорит. Там еще какое-то другое. Там али-баба. И этот. Вот спрашивает его. Ты ответь. Вот как? И он говорит. Долго молчит. А что молчишь? Ты не знаешь, что ответить? Он говорит. Я знаю, что ответить. Я не знаю, стоит ли отвечать. Это первый вопрос. Я не могу пока решить. Скажу тебе, может быть, полезнее промолчать. И это мула говорит. А у нас не этого не знают верующие, которые в руках Евангелия держат. Я перетащил на свой форум и уже раза четыре его прослушал. Готовый христианин. И Дмитрий Смирнов, это правая рука патриарха Кирилла. Он говорит. Эти мусульмане. Они ближе ко Христу, чем наши крещеные. Только он не договаривает, что это твои. Ты их испортил, поп. Ты разрешал им приходить раз в год и рот развивать. Причащаться. А эти пять раз в день. Да пять раз в день никогда не было за две тысячи лет. Почему не ввели в православие сразу в то, что обязаны, кто называется православный, собираться отдельно от женщин, как у них принято, пять раз в день. Я когда прочитал, где-то там Дубаи или где-то, ну, лучшее государство у них такое. Самое высокое здание в мире. Самое лучшее в мире. Самый лучший фонтан в мире. И он говорит. Ну сколько? Восемнадцать тысяч входит. Невероятно. Он походил, посмотрел, а потом спросил, а что, тут люди приходят молиться. Он говорит, да еще рано, сейчас через полтора часа придут. Как? Вы его смотрите. Полный храм будет. Отмечеть. Через полтора часа все работу кончили, скорее на машинах, приехали помолиться. У него устав. И вот на нас они смотрят, как православное. Это как так? Мы едем дорогой, дорогой останавливаемся, поднимаем руки. Мы молимся. Написано на всяком месте. Мужики поднимали руки без гнева и сомнений. У нас нет ни гнева, ни сомнения. Они нас судят в упор за молитву ужасно. Я показываю, как молиться, как на коленях, но в книжках показывают, как персты складывать. Они мне, вот, говорят, ты в гриву долго-то, вы попыль все. Да, написано тайно, надо, чтобы никто не видел. Это кто же так делает? Они не знают, о чем говорить. Я говорю, я не молюсь, я показываю, какую позу надо принимать. Меня люди спрашивают, они не слышат ничего. Вот прочитал сейчас. Первый вопрос поставьте. Вот люди, которые творят зло, он считает на тебя, как оно зло это наезжало, и когда, и конкретно на сегодня. Вот тогда ты это запомнишь. Как на тебя это зло наезжает? Через кого? Через мужа, через родных, через работников, через сына, через дочь. Ты вот прочитал, и Слово Божие живы и действенны. Действенны на меня сегодня. Притяни его к себе, златоузгод, усваивай. Это за меня. Во мне это зло. Вот я вчера в интернете нашел статью. Позавчера. Мой родственник, человек, который приехал эту диссертацию защищать, он на меня такое гонит, такое, кто-то соединился с Волковым, а тот ему из Нафанаила вырвал и показал, что вот это, ну, зомбирует сознание, то другое, и пишет, этот бывший Нафанаил, и говорит, вот в общине я тут был, имел возможность изнутри наблюдать. Совершенно неверующий отрекся от веры. У него никакой веры-то не было, у монаха-то. Он просто засланный был, засланец. И он прямо об этом не боится сказать, я имел возможность изнутри наблюдать. Ко мне люди подходили, он все это записывал. Это нельзя запомнить, что он говорит. И дальше он говорит, вот эта община, Лапкина, после тщательного исследования, она не принадлежит деструктивным. Не принадлежит. Они-то ждали от него, чтобы он все выдал, а дальше он не мог написать. Тоталитарно, он говорит, нет, это не тоталитарно. Тоталитарно это только монастыри православные, а у него монастыря нет. Там полное подчинение, лишение имущества, ни одного слова не скажи. У него свободно считать литературой, иногда, говорит, такую литературу, которую в дом ты не пустишь. Ну, я приношу, а там бывает Маркер-экспресс, там другая литература, Московский комсомолист. Я распространяю здесь эговистская литература, баптистская, пачками целыми. Мы никого не боимся. Подвиньте, да все. И он об этом, а этот-то узнал и говорит, вот вы правильно ответили, а он ему Волков пишет. Он не пишет, что Волков, но я догадаюсь, админом называется. Нет, я как Михаил Буряков, это не мои слова, это Нафанаил, а он, эх, зря, зря, тут он ошибся. То есть он с такой ненавистью, даже который был, исследовал внутренний шпик, и он не нашел деструктивного. А тот, который ни дня не жил, родственник мой, женатый на моей родной сестре. И я батюшке говорю, батюшка, за что они на меня так лютуют, ненавидят меня? Ну причина какая? Мне это надо знать, чтобы я принес покаяние, заплатил, у кого-то шнурки взял, у кого-то ремень, как собой, он говорит, обличайте меня. А они ничего не могут. Я пришел к Павлу. Брат у меня тут любит доказывать, что он не баптист. Меня как баптистом назвали, а я доказал, что я не баптист. Почему? А я каждый день валяюсь пьяный, а баптисты не пьют. И все видят, что я православный. Самое мощное доказательство. Валяется, чуть не замерз. Я доказал всем, что я не баптист. Но действительно доказал. Я говорю, скажи, Павел, за что Михаил меня ненавидит вот так? Видел, о, Христос, да ты же ему дом подарил. Правильно, у них негде было жить, я заработал на печах, дом подарил им. Но из-за этого он меня ненавидит. Он даже ничего не мог сказать. Они, апостол Павел, вам надлежало что? Хвалить меня, говорит, а вы? Мне это не надо, ваша похвальба. Я спрашив батюшки, он говорит, да нет, вроде он о вас хорошо. Я говорю, материал. Я его достал и, посмотри, вот он в интернете, материал. Просто исходит дикой злобой. Страшно сказать как. И где на книге выворачивает, он не понимает. Ему кажется, что если бы все на церковно-славянском учили, русского языка не было, революции бы не было. Нужно всех людей за церковно-славянский язык, за изучение. И тогда все демократы, все уйдут и будут совершенно повернутые мозги. Наоборот, все. Церковно-славянский язык, его мертвых никто не знает, мертвый язык. Я говорю, батюшка, ну все-таки, за что он тут приезжал, за второй сестре женат? Это старовер, а тот ушел к Агафангелу. В разных концах. Но он ненавидит одинаково. Сегодня мне, брат Севастя, показывает письмо. Прискло такое толстое. Это от Володи Усинова. Я знал уже. Батюшка сказал, он говорит, написал. Вот когда развернуты листья тетрадные, так 13 листов. Батюшка говорит, ты что делаешь-то? Он то письмо-то написал, которое читали-то здесь. Ну я на него устно ответил, а потом дал ему приглашение. Он тут обижался, что я его не выслушаю. Я говорю, приезжай, выслушай, мы все будем снимать. Говорить поровну будем. Бери своих друзей, я своих. Ну выскажи обиду, чтобы прошло. Но ты не перестанешь. Почему? Старое брящество. 300 лет Никону простить не могут. И он написал 13 листов, а я Севастяну говорю, верни письмо назад, а мало того, сверху конверт еще весь написан, еще мысли ему долбали. Маленько брызнет, он скорее сюда брызнет, он сотрет и опять туда. Я говорю, передай ему. Он написал письмо, я ему ответил приглашением. Я ему ни на один вопрос не отвечаю. И переписка закончена. Скажи, адресат выбыл. Вернул письмо, даже прикасательнее стало. Мне некогда заниматься вашей блевотиной здесь. Абсолютно. У меня столы наполнены прекрасным кушанием, которое приготовлено рыбаком, плотником из Назарета. Вот как. И когда ты вот это считаешь, применяй к себе. Вот они у меня такие злобы. А что ты делаешь? Я нового включил на молитву. Не менее 7 раз в день я стою на новом месте на молитву. Я ему даю условия. Беседовать будем тогда, когда хотя бы одну неделю или один месяц каждый день по 7 раз будешь становиться на молитву. Одна молитва, это означает 3 святое и 100 поклонов. Пройдет время опять 3 святое и опять 100 поклонов. Ну и пометь себе, когда у тебя 7-10 раз будет, не меньше, не считая утренней вечерней молитвы. Если утренней вечерней, там еще молимся со 100 поклонов, то получится 9. Вот сколько у тебя с ночными дненами наберется? Тогда мы будем хотя бы приблизительно равные. А что я с тобой буду говорить, когда ты даже понятия не имеешь о молитве? Я с тобой беседую во свете Библии в молитве, а ты от ненависти седаешься, я ты зарыгаешь. Зачем мне это нужно? Ты лжец, обещал написать, как обратился? Не написал, все написали, а ты не написал. Почему? Ты не обращенный. Ты говорил, буду ездить на благовестие, как дом построю. Построил дом уже 3-4 года, так ни разу не поехал. Ты же говорил вслух всем людям, и ты не можешь поехать. Почему злоба не дает сдвинуться? Нет. Ко мне конкретно скажешь, что я у тебя отнял. С тобой не встречаемся, живем в разных городах. Чего лопаешься-то? И у того, и у другого. Через меня познакомились с сестрами, хорошие дети. Не я бы у вас не было этого. Через меня попало к ним в руки Евангелие, и у этого не было ничего. У них все, от макушки до пятки, все мое. И дети эти мои, как Лаван говорит. Но я этого ничего не говорю вслухам. Я говорю только одно, ребята, не надо. Волны идут, и разбиваются о скалу. Кто сегодня считал? А скала это памятное о смерти. Помни это. И вот когда я считал, вот это место еще чуть-чуть, прошли заново, разок. Чтоб каждый к себе притянул. Тогда смысл имеет это запоминать. Поскольку я... Давайте-ка вот это. Немало таких, которые, хотя не делают зла, однако желают его. Поэтому, говорит, я требую, чтобы ненавидели зло всем сердцем, чтобы душа очистилась. Поскольку я, говорит, предписал вам любить друг друга, то не думайте, будто я возбуждаю вас содействовать друг другу и в худых делах. Совершенно напротив, я желаю, чтобы вы чуждались не только худого дела, но и всякого душевного расположения к нему. Ну, все понятно. Вот запоминать все ты не можешь, но когда по тебе прокатится вот это писание, и ты его запомнишь. Не творить зло, как мусульманин говорит, даже в мыслях не делайте. Не говорите друг на друга. А сегодня все лгут, все врут. Врут везде, говорит. Но ты этого не делай. Ты мусульманин. Ты не можешь этого делать. Ангел стоит, записывает. И в судный день это представит. Да ни один поп сегодня, кажется, так не скажет. И к Кашпировскому везде шли, а для них он бы голову ему отрезал там. Прихожане приходят как будто с пляжа. Пришли, забыли, говорит, платье надеть. Кого прищищаете-то? У него там в основании они стоят, как куколки одетые. И ни одной женщины показывают, как у нас там помещение, дверь, и там коридор еще, и все заполнено. Одни мужики. А одни мужики, ни одной женщины нету. И наблюдатель стоит, смотрит время от времени. Все склонились, всех тюбетейках, и маленькие ребятишки с ними. Лестовки в руках. Мусульмане, нам не поносить надо их, а учиться у нашего Господа Бога Иисуса Христа. Сариса Савская судит нас. Нас мусульмане судить будут на суде Божьем. Десятый стих. Двенадцатая глава послания к римлянам. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтении друг друга предупреждайте. Я, говорит, научил вас любви. И вам весьма естественно исполнять это. Ибо вы, братья, рожденные от одной утробы, то есть от купели крещения, следовательно, этим самым обязаны уже любить друг друга. Потому что признаком и обнаружением братства служит дружба. А дружба производится и утверждается братолюбием. Учит, как сохранять братолюбие, именно уважением друг друга и взаимным предпочтением. Ибо предупреждать, значит предварять друг друга в почтении. Ну вот это и к нам тоже относится. Даже хочу сказать, что не то, что даже перед камерой-то. А вообще даже вспоминать отношения тут у нас бывает очень тяжело. Выясняем когда? Да, когда выясняем. Особенно возрастной ценз, он, конечно, должен вообще быть очень сильно у нас градироваться. А тут вообще говорится-то вообще о братской любви. И вот у нас все были братья, которые там ушли, бывшие. У нас с ними все время, ну там, ну с некоторыми, которые ушли, были такие вопросы, поднимались. Что такое дружба? Дружба выше братства или нет? Тут явно толкования не знали до конца. Поэтому спрашивали, ну дойдут ли и нет до этого толкования, неизвестно. Ну вот мы дошли. И тут конкретно, вот видите, говорится, что любить друг друга, потому что признаком и обнаружением братства служит дружба. То есть между каждым из нас, раз мы братство, мы об этом сегодня как раз говорили, об общине, все много так говорили, говорили. Вот подошли теперь к толкованию. Раз мы все братья, ну сестры так, братьям уже я сегодня объяснял, это обыкновенно все. Это так Господь говорит. То мы должны быть дружны между друг другом. Почему это нас, ну как бы уже обязывает носить немощи друг друга. А немощи бывают очень тяжкие. И поэтому, мне кажется, мне так кажется, что братья, которые обладают грехами, смертными особенно, ну просто обязаны изменяться. Иначе, если, говорит, ты остаешься пьяницей или бийцей, или вором, ну называясь братом, то ты как язычник и мытарь. Поэтому, ну а сколько до этого язычника мытарь надо волк полюбить? Или сколько нужно полюбить женщину или там своровать? Вагон что ли? Ну 70, сказали же. Ну я вопрос задаю, что если тут о дружбе идет разговор-то, вы пропустили? Я пропустил. Вот, глядите. Человека был, я не понял. Ну ничего, ничего, я вам прочту. Потому что признаком и обнаружением братства служит дружба. Ну а если дружба, то есть все тут друзья, нас обязывает друг друга носить и немощи тоже, друга нашего. А об этом немощи, объясни, что такое немощи? Да, ну я говорю, ну немощи, если есть грех к смерти, а есть книга к смерти. Так вот я и говорю, что если братья, обладающие грехом к смерти, там это написано, пьяница, бийца, прелюбодеи, ну там, ну все, кто говорит книга откровений, они должны меняться, иначе они, говорят, будете как язычники мытарь в конечном итоге. Правильно? Как говорится в Библии, с женой обращайся, как с немощничным сосудом. А ты относится к слову немощи? Ну да, но она даже вести себя не как котел колхозной бригаде, через чугунный. Не, ну точно. Она ведь двигается так, что от мужика только говорит, ты есть когда черепки летят? Ну и будь как немощный сосуд, тебя назвали. Снисхождение, а какое я снисхождение? Где-то не может поднять, за нее бедра. Ведь раньше не говорили, я люблю жена, там никто не знал. Я говорю, я жалею свою бабу. Жалею. Продвить ее жизнь. Она трудится, она рожает, она воспитывает. Я жалею свою бабу. Все. Это высшая любовь. Ну я вот, я поэтому и говорю. Сколько нужно соделать грехов, чтобы тебя там признали немощным, или чтобы это к смерти, не к смерти. Ведь оно вечно не может повторяться. Каждый, наблюдайте друг за... Это, не друг за... Наблюдайте за собою. Верили вы? Это же тоже очень важно. А тебя немощным когда-то кто-то считал, как ты уверовал? Боялись что-то сказать. Скажи ему, а он еще в лоб трахнет. Это немощный сосуд. А вот дай так, да вот так-то. И слово немощное, если по отношению ко мне кто-то применяет, да что с ним разговаривать, его не трогай там. Не является это ли унижением для меня, что меня привели в разряд немощных? Меня-то, вот если брать обо мне, меня-то как раз шерстили и в хоз, и в гриву, начиная с первого дня. Были братья, которые крепкие, они больше, чем я. Они меня перед вами ставили, и я становился на колени с первого дня, и на коленях. Потому что они говорили, он нас всех шашкой зарубит. Он вот так говорит, прям воспламененно так, он нас хочет порубить. И давай теперь, давай, кайся перед всеми, что ты нас порубить не хочешь. Я тут каялся, расшаркивался, говорил, что я, конечно, спортсмен, и вырубал не таких амбалов, как они. И поэтому, простите, как завозмущались, да ты кто такой, да мы тебя так вот прям к локтю. Я говорю, братья, ну простите, это я так просто для проформы вижу, что вы здоровые, сильные, крепкие. У нас нет таких сегодня, слава богу. Сегодня нет. Сейчас уже нету, да? Нет. И я не такой. Круто тебя. И я не такой тоже. Да. Я тоже не такой. Ну, покаялся, и все. То есть, поэтому, нет, я не немощный был. В этом плане нет. В другом уже, значит, поесть. Так, немощным тебя считал кто-то или нет? Чего с тобой разговаривает малахольный? Не знаю, трудно. Может быть, на начальнике. А сам себя ты считаешь немощным? Или считаешь сильным? Ну, судя по тому, что, как брат сказал, мне много тоже доставалось. Я думаю, не очень меня считают немощным. Но это так. Все-таки, своя оценка много значит. Как ты, кого он называет сильным? В чем сильным? Не мускулами? А чем? Сильно, кого можно обличить, и он примет. Нет. Тут о чем речь-то еще идет? Сила в том, что ты признаешься. Сильный ест все, а немощный ест овощи. Значит, дух не жил. То есть, в этом плане, если смотреть, то сектанты, они сильные, а православные, это немощные. Нет, речь идет об убеждении, что они ели овощи не потому, что у них желудок не принимает всю пищу, а потому что считали, что вот эту пищу есть можно, а эту нельзя. У них были какие-то там... Идоложертвенные. Да. Это же я добылые. Сегодня самые немощные, это старообрядцы. Там не встречаются, тут не подходи, не притрагивайся, не вкушай. Они всего боятся, как огня. А вот, а баптисты те крепкие, на тех можно много навалить, они не сдадутся. Немощные, это вот, свидетели и голые тоже. Только скажи о Христе. Почему вы Христа за Бога не признаете? Все-все, они уже не разговаривают, и сюда не зайдут. Хотя по три-четыре раза в одно место ходят. Только поговори с ними в открытую, что почему вы Христа за... Не признаете Троицу, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой? Почему вы затварную основу Ему даете? Ну и так далее, да? Так это моментов много. В отношении себя, я повторяю, любое подтягивает к себе. Я сильный или не сильный? Я считаю, предел высоты, который Павел ставил в планку, он говорит, для всех я сделал совсем. И причина одна, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. А теперь результат будет видно. Вот эта вот сегодня выступала, вот она сидит, Алла. Это вот она сзади. Она пришла из баптистов. У нее родители, мать баптистка, там бабка, вот она сзади сидит. Вот выступает, вот Игорева жена здесь. Она с детства, мать ее таскала, сама адвентистая, и по адвентисткам таскала ее. То есть мы показываем людям сразу, хоть Володя выступает, он запитон, с яговистами он. Он пропитанный яговистами. И оттуда пришел. Так сильный, говорит, или не сильный? Да вот это означает, что мы должны сносить немощи, немощи их, где они еще пока этого не могут. Они считают, что в субботу нельзя работать, старобряться одной ложкой нельзя есть и прочее. Я найду оправдание всему этому. И ты должен это понести. Я говорю, ты баптист? Да. И ты евангельский, конечно, христианин впереди стоишь. Евангельский христианин баптист. Ну да. А для всех всем ты сделался? А как это? А рожденный свыше он не спрашивает. У него Дух Святой. Вы не имеете нужды, чтобы кто-то вас учил. Но то помазание вас учит всему. Скажи, ты считаешь ли вот это вот грехом, что я перекрестился? Знамение животворящего креста Господь наложил у себя. Ну, Бог же не требует служения рук человеческих. Это же деяние где-то, где-то. Я говорю, не где-то, а 17-24. Вот где. Так там о чем он говорит? Ну, чтобы рукой не крестились. Не в правой религии твоей неправды, пророк Исаия говорит. Прямо об этом и говорит. Да, я вам легко доказываю. Павел где проповедовал? У Афиняна. Там были до него христиане? Нет, первые два обратились. Как он мог запрещать не креститься рукой, когда там этого не было? Вы, Павел, считаете неразумным каким-то? Запрещать можно то, что он знает, всем людям говорить. О чем говорит? О том, что строили капище, думая, что Богу нужно скрыться от дождя, от солнца. Как бы имеющий всем нужду. А этому, хоть и имеющий нужду от моего махания тебе не прибавится. Ах, вон как. Ну, теперь. Ты не считаешь это грех? Ну, теперь я поверил. Ну, давай, перекрестись. Он, ну, перекрестился, но их трое. И все молодые, по 22 года примерно. И дриги. Ребята, не по совести. Вот я, по-вашему, сложил руки, заметь, глаза закрыл. Заметь, как, так, как, покажите, как. Я знаю, как молятся. Так, я теперь молюсь своими словами. Вы говорите, аминь, да, ваша молитва правильно, евангельская. Я вам говорю, Господи, благодарим Тебя, что Ты умер за нас. Хвала Тебя, аллилуйя, 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 аминь. Что я сказал не так? Так, ну, перекрестись. Ну, вот к нам в Ригу приедете, мы уже братьям все объясним. А то они нас отлучат, то есть тоже от причастия отлучат, игра идет. За дня три до нашего приезда туда все трое погибают. Внезапно, на встречную полосу, и все погибли. И с этим играть нельзя. А ты к нам приедешь в Ригу. А я в Ригу еду. Бог не допустил. С Богом играть нельзя. Вы помните, один человек говорил, послушаю тебя в другой раз. А в другой раз его уже не было здесь. Его убрали, на его местах вест поступил. И Феликса больше никогда не было. Все кончилось. И думал, деньги ему дадут. Ты почти меня сделал христианином. Все, что считаешь, примени это к себе. И где эта немощь? Она во всем проявляется. Абсолютно во всем. А сила тоже во всем. А ты можешь сказать, вот я, ко мне подходит, какой во мне талант? Ну, ты-то подошла, мне спрашиваешь, какой у меня талант? Я сильный или нет? Я могу сказать только отчасти. Что в человеке знает только он. Но по твоим проявлениям, потому что я с тобой уже 15 лет знаюсь. Я могу сказать, что в тебе вот это не так. Вот это тут ты по немощи поступила. А вот это не могу. Чего-чего. А я обещала то другое. Мало что ты обещала. Не обещай. Сегодня ты нужна здесь. А я обещала там с нучатами поводиться. Они все неверующие растут. Они идут в мир. Ты этого разве не видишь, что они делают? Не заняв первое место, она полдня слезами уливается. Твоя, Соха. У меня снимки на ней есть. А разъяснили мне, что это означает? А ты должна быть всегда свободной. Тебя ничто не связывает. Я для Христа иду. Вот сейчас сигнал дали бы. Поднялся и пошел. Сказали, не одевайся. Не одевши, пошел бы. Это пишет Святого Америки. А когда он пришел и начал проповедовать, а она его любила. Любила. И в это время ей прибегает, а мы говорим, ребенок, кто твой-то в колодец упал? И она не сказала ему. Продолжает его кормить. Она знает, пока он и в доме, ребенку ничего не будет. Он просто отдыхать будет там в колодце. Она накормила, а потом говорит, служанка-то забегала полчаса назад. Говорит, мой ребенок упал в колодец. Он говорит, ничего ему там не сделалось. Подошел его за руку, вытащил. Вода поднимается до верха, поднимает ребенка, взял за руку и выстоял. А у другой было так. Она перевозили там мощь или что-то, а она в это время тазики воду подогревает. Ну нагрела бы и мыла. Так она в ребенка ползала в тазик с водой и нагревает на прямости. Ну и побежала, забыла, как всегда. Прибежала, вода-то кипит, а ребенок сидит и улыбается. Полюбик святому. Что на разине рохли, про это нет. Как Жданов говорил, он пошел за картошкой. Жена говорит, ну сходи там, картошки в подвале-то набери. Он пришел в гараж, испомнил, что недалекой живет сосед, выпить звал его. Он говорит, ты, Ваня, напирай пока картошку-то. Ну, чтобы ветер не дул, он его замкнул и к нему. Охлебнул лишнего. Среди ночи-то отрезвался. А где я у меня? А когда я пришел вечером? Да я же за картошкой пошел. Он прибежал куда, мороз 40 градусов. Ну что, ребенок, ногти все искорябаны, лежит, скочужился, застыл около дверей. Он даже не открыл заново это, тут же повесился и все. Мы должны понимать, вера, вера, рознь, в каком направлении, что означает быть. Это ответы, которые меня проезжают сотни раз. Я уже никогда не ошибусь. Вот это разговаривает, меня нападает, я вижу немощный. А ты им отвечаешь, по их письму не отвечая никогда. Они за этой гранью разумного беседуют. Покажи мне веру из дел твоих, без дел твоих. А я покажу из дел моих. Вот и все. Если это на вас не действует, то мои слова ни грамма не принесут пользы. Вот вчера один на меня накатился, а я свидетель Евгова. С.И. Я бы мог сказать, что С.И. Это Сталин Иосиф. Он вас хорошо прибирал. Но я этого не сказал. Это танк такой был, И.С. Но если ты еговист, он опять Евгова. Ему приятно Богу, когда мы называем его Евгова, как маленькие ребятишки. Богу приятно. То другое. А вы хотите об этом побеседовать насчет Троицы? Уже я ничего ему не отвечаю. Я ему дал материал, где беседу с еговистами на нашем форуме. Они ничего не считают. Все, тема закрыта. Он еще раз выходит, еще раз. Ну, я его даже в черный список не заношу. Но он не в друзья. Кому говорить-то? Когда там подробно у меня все разъяснено. Не надо ничего этого. У него путь, прописка в другом месте. А ты иди своей дорогой, что тебе до того? И тогда ты в любом деле будешь смело поступать, понимая, что ты сильный, тебе Бог это отдал. А они немощные. Я его зачем буду унижать? Я ему могу по пунктам ответить, зачем? Я если беседую с кем-то на запись, для пользы других. В епархии бы не записали, здесь не записали. Мировая общественность не знала. А сегодня все смотрят и видят. Так они никакие патриарши это говорят. Мое выступление тебе по частям рвут и выставляют. В епархии? Да. Им еще глубоко-глубоко надо опускать взор свой. Выбили они эту искру. Да. Поэтому я на то, чтобы записывать все, что у нас есть. А почему? Я говорю, посмотрите, вот сколько раз дерется Жириновский, и все в эфире стоит. Да, да. Зачем же это выставляют-то? И там он матерками гонит, пинает, бьет. И он все это выставлено. И снимает-то люди, он бы мог тогда запретить их. Как он разговаривает, там милиционер одного, все, погоны сорвать, ты нищий будешь. И кричит просто, он везде кричит. И все это поставлено. Другое, я считаю, где-то, тухлыми яйцами говорят, там забросать готовы были Андрея Кураева. А можно было не выставлять. Выставлено, все. Ничего не скрыто. Вот вчера мы смотрели, сегодня показал. Женщина 267 килограмм весу. Ты понимаешь, что такое 267? Ну это минимум три таких вот вас надо. Три. И она лежит, у нее шесть дочерей, а ей 40 лет. И они только успевают ей готовить. Все через рот идет. Не надо выдумать, кость, обмен веществ. А ты не ложи вещества, и обмена не будет. А потом показывает мужчина. 500 килограмм весу. Даже врачи, которые это все видели, и говорят, никогда в жизни не видели. И все это снимает, как лежат, как пытаются на боку. У него одна голова, как вот у клеща весной на быке. Надуется, у него там маленькая головка. И у него, говорит, настолько расширенные поры, что вода выступает под ногтями, и везде фекалия. То есть кал выступает. 500 килограмм. И как за ним приезжает машина, ничего не могли сделать. Одну стену дома пришлось проломать. Вытащили его, и теперь на каталке по рельсам катят. И как ему... А потом показывает, он уже плавает, с женой разговаривает. И жена с ним рядом. Она так объемная, но не такая-то. Как познакомились? Ну, уже видели, что у него уже 200 килограмм было. Зачем пошли? А я смотрела глубже. Я сразу увидел, он очень интересный человек. И он добрый. Ты, кажется, Гарри музыкой занимался. А у него весь леп вот такой. Музыкой занимался. Ну, а сейчас-то он никуда же-то. Еще... Ну, мы живем как брат вроде с сестрой. Нельзя. Он недоступен для секса. Но как только вес сбросит маленько, мы еще любить можем друг друга. То есть он такой, что он недоступный даже. Он забронированный. Пузом-то своим-то. И это все снимает. И как приезжает. И эта сорокалетняя, вот эта колбаса-то лежит. У ней вот здесь, вот здесь все это висит. А ты красавчик, мужчина. Не бойся таким бы и я согласилась спать. 40 лет там смотреть страшно. И как они... Бригада шесть молодцов приезжает. И как ее вытаскивают. И какое им меню назначают. В десять раз меньше вчерашнего. И какие тайны кто-то еще приносит. И они ставят его на ноги, такого человека. Но он говорит, он еще быстрее снова набирает вес. В четыре года он весил 40 килограмм. И все это снято. Я вот к чему говорю. Все снято. Все. Как он ест. Как его тащат. Как он лежит. Как говорит. Как хрипит. Плывет. Все там есть. Этим человеку интересен. Нет, вот это не надо, это не надо. Чего вы боитесь-то? Да, папа. Это нечего. Ну вы же не патриархи, не папа. Папа и топ. Прости, его почти все выставляет. Папа заснул. Могли бы спрятать? Папа спит. Два кардинала сбоку его подперли. А папа голову опустил. Вот так вот. Он отдыхает. Он ночной молитвой утрудился. Все. Молодцы. Еще как представить. Путин здоровается. Мальчиком и щекнул по пузе. Это старый педофил. Вот смотри, как он заигрывает с детьми. Они ненавидят Путина на каком основании? Он погладил ребенка. Вы понимаете, что это развратник такой, он развращает. И тут же мать стоит ужасно. Люди безбожники. Злословят высших, начальствующих. В чем он перед вами виноват? И недавно один только ролик был. Посмотрите, как было, как Путин, как его ненавидят. Разложение России, как идет другое. А вот его теперь показывает, как было. Теперь от России уже начинает кое-кто пятиться. На военный комплекс выделили, кажется, в 20 раз больше средств, чем в прошлом году. Все это перечисляют. По-другому нельзя от России отбить эту беду. И он делает все возможное, показывает. Я не спорю, не тут в другую сторону. Злословие ничего не дает, кроме греха. Ты сам чернеешь. И что интересно, этот мусульманин говорит, и этот грех такой тяжелый, что виноват и тот, кто говорит, и тот, кто слушает его. А златоуст говорит, три виноваты. Вина это, вина, не вина, а еще черница имя и третьего, о ком говорят. И это мусульманин говорит. Такая чистая дикция, такой чистый голос у него. И думаешь, могли быть вот это все православное. И главное, Мухаммад Мухаммадов. Нету веры у людей в Бога. Я вот этого мусульманина столько хорошего взял. Разных сектантов ролики, проповеди переношу к себе на форум, чтобы люди могли посмотреть, поучиться. Для всех сделайся всем. Одиннадцатый стих. В усердии не ослабевайте, Духом пламенейте, Господу служите. Полкование. Так как многие, казалось бы, душевно почитают и любят друг друга, но руки к ним не простирают, то научают заботиться друг о друге и самим делом помогать другим. Предполагается возражение. Как можем мы в усердии не ослабевать, если, отвечает, будем гореть Духом, то есть, если будем усердны и ревностны? Заметь также, что Духом пламенейте сказано уже после исчисления многих видов добродетели. Ибо кто исполнил вышесказанное, тот привлекает благодать Духа и возжигается огнем его. Когда ты братолюбив, когда имеешь любовь, и другие добродетели, о которых прежде сказано, тогда служишь Господу, ибо Он к себе относит то, что ты делаешь для брата своего. Я к этой женщине хотел сказать, у нее дочь, шесть дочерей. И вот она стоит там, ну стоит и вихляется, как хотела бы я быть такой там, ну знатное танцовщица, а мать смотрит, эх, 14 лет, она уже как 20-летняя. И она, люблю я в церковь ходить, испричёсывается, идет, и в церкви так же они пляшут, и как она дома вихлялась, точно так же они в церкви, все в церковь, это в церковь. Да что ж такую церковь-то не любить-то? Ты по православному постой, спокойно, помолись, возвысься духом, вот у нас перед богослужением будет 7 минут полное молчание, настройся на молитвенную волну. Она как дома стояла, вихлялась там, атомоги переставляла, и точно так же она там пришла. И вот просят есть, а матери не дают, она бы проклятая, это не дают, есть мне, я помираю. Вот это лежит, 270 килограмм-то, 265. Полицию вызывает, полицию, родные дочери меня не кормят, полиция сразу приехала, они говорят, ей уже назначен вот рацион, мы не можем давать, полиция руками развела. Полиция-то какая, думаешь, это надо? Да у нас кому-то нужна. Я недавно услышал, один уехал здесь, знакомый, уехал, ну и пьяница. И дома кошки были, никто не посмотрел, запер их. Шесть кошек. Недавно решили вскрыть все дохлые, а она другую еще голову грызла сколько-то, с голодом. Он запер их, пьяница, уехал и забыл. Видать, забыл и все, и все кошки-то уже сдохли внутри дома. А теперь-то весной-то приедет открывать дом-то. Что он увидит? А там зайти нельзя. Она зашла, говорит, меня все еще тошнят от нее. Какая же это любовь? К людям может быть, себя потеряли. Главное качество, ты не возносись, будь смиренный. Смиренным Бог дает благодать. А ты смиренный или нет? По благодати определяется. Вот я свою благодать определяю. Вы говорите, я гордый, мне должен Бог противиться. Почему мне Бог отвечает? Притом в слабых, сложных, невыполнимых вопросах. А вы смиренные, у вас ничего нету. А у меня со всех сторон благодать. Где не повернусь, избыток благодати. Определение, смирение определяется по отношению людей и по благодати, которую Бог дает. 5 Б. Запомнишь? Бог. Библия. Благословение. Благовестие для будущего. И каждый день, с утра до вечера, вмонтируя в это все свои дела. Вот и все. Можно вопрос? Вот, сейчас я тебе отошел. Да, конечно. В Библии написано, знание надмивает, запятая, а любовь назидает. Вот это такое противопоставление. Знание и любовь. В одном предложении, в одном контексте. Знание и любовь. Как это? Случайно это или не случайно? И какой смысл этого противопоставления? Ну, а толкование ты не прочитала, сестра, ты сама-то, чтобы нам тут просветить? Нет, я не прочитала. Ну, а че ж ты так? У нас же есть блаженный феофилакт, и там явно, что есть толкование. Вот видишь, тут каждому стиху толкование. И там тоже толкование. Нет, по-моему, я прочитала, там не было. Ну, слово знание, там, скорее всего, стояло как в контексте, как гордость. Ну, любовь, а противоположное, что в любви у нас? Почему любовь и любовь? Самонадеянность. Самость. Противоположность любви. Поэтому и говорится о знаниях. Знания, какие знания? То, что мы... Знания писания, там кто-то другой, это Глоссинь была, они знали всю мифологию. Что понимали-то? И они этим надмивались. Вот все, саентология сегодня. Вот это. Главное, это любовь. А любовь познать, это что Христос умер за нас. Что мы призваны любить друг друга. Это вот главное в нашей жизни. Слово любовь. И даже любовь к Богу стоит уже не на первом месте, а на втором, Павел уже показывает. Любите ближнего. Все. Он даже про Бога не поминает. Почему? Потому что в каждом я должен увидеть моего Создателя. А люди надмивались. А я знаешь, сколько знаю, пришел к Антонию и надмивается философ. Закончил три университета. Может быть. А он ему говорит по порядку. Ты пришел ко мне или я к тебе? Ну, я к тебе пришел. Ты меня учителем называл сейчас, сказал, учитель, я пришел спросить, да. Поэтому молчи и слушай. И весь разговор. Доказательства очень простые. Ты ко мне пришел, не я к тебе. Мы пришли к святым отцам. К святой Библии. И вот я показываю, который нападает на меня там, зять-то. Это на трехтопник нападает и на крестном православии. Вот там это все искажено, это неправильно, там пропущено, а ничего нигде не знает. Он его не знает совершенно. Я беру только отдельно. В первую очередь, блаженный Афеофилак сказал примерно в десять раз больше. Это у него растянуто было на пять лет. Ты не думаешь, что толкование, он такое слово сказал, это проповеди были. А те, которые хотели, они взяли от него вот это вот. И переводов этого существует несколько, я даже не знаю сколько. И я взял с интернета тот перевод, который более широко раскрывает толкование. То есть они, иные брали одно место из него, а другие брали, ну, как бывает по сокращению, когда текст рецензируют, берут, и все, они этого ничего не знают. Я упустил из этого текста только то, где говорится о бьересах, о полинаритах, которых вообще нигде нету. Зачем мне это засорять здесь? О бьересах, которых нет, но заменил все новейшими сектами, где отец Геннадий это разъясняет в третьей части. Вот и все. Это все о дикой зависти. И вот я взял, включил так, допустим, Баряков Михаил, Гугл, пусто, ничего нету. Запускаю Волков, нигде как будто его нету. Ну, там у Стенова Александра, этот, Владимир, нигде нету. Но я стал стоять с Айсайем. Волков и рядом лапки сразу появляется один материал. Почему я ушел из Крестоназиженского общества. То есть они возле меня, где прилипли, там у них материал высвечивается. Баряков, и сразу высвечиваются два материала, которые он обличительные, ну, клеветические писал. Опять следующая, у Стенова тоже нигде нету. Но я запустил у Стенова и лапки, и сразу высветилось вот эти письма, чтобы здесь разбирали. Больше ничего нету. У них нет ничего. Жизни нет. А я только о нас, роликов, выставил вот за эти дни 710. Ты понимаешь, что такое цифра? Это вот надо записать это все, потом ужать, мелкие отдельные программы слепить и отдельно это выставлять, это часами. Я ночью раз в пять встаю, когда заканчивается, новые загружаются. Я так из-за необдения, допустим, трое суток я не сплю. То есть я сплю, ну, вот так, обрывочный. И 710 фильмов поставил. И сегодня в интернет захожу, там, буквы пишут, ИГ, две буквы, это ключевые, Игнатий Лапкин. ИГ, она сразу упрасывает Игнатий Лапкин. Я пытаюсь, пытаюсь, я крещение Кэре, она сразу упрасывает Крещение 2013 год. И ты сразу идешь, визитки раздаешь. Все это уже... Вчера что были-то? Две буквы только, это означает, эфир нами переполнен. Вот и все. Сегодня встаю, уже 21 человек, зашли посмотрели. Сколько? 27? Со вчерашнего дня. Понимаете, надо жить красиво, интересно и азартно. Я это слово люблю. Это означает живо, полезно, с изюминкой. У нас любовь назидает, вы бы ответили все-таки бы сестре, а то она не поймет и обидится все-таки, уйдет отсюда не удовлетворенно. Нет, не обидится, мы все-таки немножечко не удовлетворенные все-таки. Нет, я не обидюсь, не надо. Она не обидится. Просят ответить сестре, просят. Почему любовь назидает? Почему она именно любовь назидает? Назидает, то есть, учит чему-то. Знаете, мы должны учиться Бога благодарить за крест, который нам даровал. А что такое крест? Это поношение, поругание, недостатки, клеветы, удары, темницы, это все крест. И вот это, что они на меня нападают, это чего-то стоит. Как тогда профессор Семкин пришел и говорит, взял мою книгу и говорит, ну вот они нападают, говорят, ну вот у них ничего нет, а от вас вот целая книга, я беру, считаю, вы чего-то стоите, если на вас нападают. Это тоже антиреклама, это реклама. Любовь назидает. Вот и все. Вот она, в чем любовь проявляется. Андрей Кураев, спросили, Андрей Кураев обо мне выступил, сейчас, в интернете-то, и говорит, это один из самых ярких апологетов православия, защитников православия и самый строгий обличитель патриархии. Слова всех местных, неплохо. А все другие, вы, наверное, Андрей Кураев для того только и вставили это, чтобы этого юридика рекламировать. Там кто-то, а другой говорит, нет, все это не так просто. То есть они не терпят, даже Андрей Кураев, известный человек, отозвался, видишь как, яркий апологет православия, защитник православия. Он говорит, а почему он не написал ярый? Он ошибся, наверное. Он говорит, яркий, а не ярый. У Лапкина, говорят, жесткий подход к делу. Он говорит, не жесткий, может жестокий. Но это же разные слова. Жесткий означает жесткая конструкция, треугольник. Я из этого не выхожу. У меня строго, все должны в пять встать на работу, пойти помолиться вместе. Да, это жестко. А ложимся во сколько? Корреспондент пишет, час ночи. В тарифе бегут поезда, комбайны еще работают. Игнатий Тихонович говорит, вот они истинные труженики-то. А мы-то здесь, считай, отдыхаем. А копать подвал, уже темно. Он подходит, я подхожу, там вот для слова Божия нет уст. И говорит, кончаем, еще надо успеть помолиться. Ложимся в час, встаем в пять. И для журналиста тоже. А тут, говорит, разница, нет режиссера или кто за столом разговаривает, ложкой по лбу. Тут, говорит, разговаривают, болтать, говорит, не любят. Все, если разговор, то только о Боге. И народ-то подобался весь, говорит, такой. Подобрался. А другой не выдержит. Вознесло впишет. Двенадцатый стих. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянной. Толкование. Так как требуемое апостолом есть нечто великое и трудное, то теперь он научает тому, что делает исполнение этого удобным. Научает действованию по упованию. Ибо упование делает душу более мужественной и смелой в опасностях. Надежда относится к будущему. Но, говорит, и в настоящем можешь получить великое благо, ибо терпение в скорбях сделает тебя терпеливым и опытным. Молитва есть великая помощь к совершению всего вышесказанного. И не сказал просто молитесь, но будьте в молитве постоянной. Если тот час ничего не получаешь, будь постоянен. И достигнешь того, чего желаешь. Как вы говорите, все будет нормально. Подает надежду. Это у американцев все будет хорошо. Все будет очень хорошо. Горит сто двухэтажный торговый центр, и она передает, а все записали. А муж там где-то в городе, и он ей говорит, Лена, ну по-нашему, Лин, все будет хорошо, все будет хорошо. Это у американцев. Уже кишки валяются рядом, все будет хорошо. Никогда не говорите, потому что вы не знаете. И хорошо разные понятия. Хорошо для царствия Божия. Если ты сейчас молишься и умрешь, и будешь со Христом на веки вечной, неизменным его вечным царствием. Вот это хорошо. А что здесь себя спасут 300 пожарных, я не могу понять, зачем они их загнали туда. 240 что ли, и все погибли. Все погибли. Ну то понятно, свалили. Зачем они пожарных загнали туда? Я один вопрос не могу решить никак. Торговый центр в Америке, который свалили небоскребы. А я на нем наверху был, оттуда в подзорную трубу смотрел. Подняться туда 5 долларов стоило. Можно сказать, передача была, они выводили оттуда тех, кто еще мог ходить, кто не мог ходить, выносили за пределы. Кто знал, что они погибнут, и они не поднимутся даже на этажи, они погибли в нижних этажах. На нижних. Лид не работал. Надя, нет. Ну тот, кто взрывал, они знали, вышестоящие, они знали, что это теракт подготовленный ЦРУ. Зачем они лучшие релитные войска сунули туда? Это не 2, не 3 человека. Ну, зачем? Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Для этого надо было немножечко пожертвовать людьми. Ну, чуть пожертвовали, горсточкой. 3 тысячи человек погибло, подумали, сами убили. А что там всего? Афганистан лег под них. Так они сколько поимели там? Это ужасно. Сейчас вот пишут, Путин продал этот Курск с его разрешения, чтобы остановить и все это. Он заранее знал, что это погубили Курск. Это все на его совести. Не знаю. Данных таких нет. Но я знаю только одно, что с начальствующих будет строгий спрос. Библия говорит. И не дай Бог там быть. Да, большие планы. Как Пилат сказал, Иуда Бенгор говорит, ну, где большая игра, там большие жертвы. Как у Сталина. Ну, я так понимаю, что все будет хорошо, это как бы надежда. И тут утешайтесь надеждою. И люди как бы вот это и говорят. Ну, утешайтесь надеждою, и ему все будет хорошо. Но тут же ложь идет. Разговор-то идет конкретно каждой душе. Ты-то и надейся. Да не просто надейся, непонятно на что, а надейся по вере твоей. По всему тому, к чему тебя Господь подготовил через слово свое. А не так просто. Все будет хорошо. Показывают мусульманина одного. Его приговорили там что-то нехорошее дело к повешению. Но он молодой. Видимо, что ему лет восемнадцать и двадцать, не больше такой. И называется с петлей на шее улыбается. Уже все. Уже улыбку согнать пора. Нет, он стоит и улыбается. Уже сейчас выдерут из-под ног у него машину. Он повесит все. Он стоит и улыбается. Он знает, куда идет. Вот. Я думаю, я попал в плен. Мне сейчас через одну минуту отрежут голову. Как бы я себя вел. Одно только. Успеть помолиться святые просили и сказать им о Христе. А далее он уже режет голову, ткнул. Василий Великий говорит, первый удар я почувствую. А остальное ты по мертвому телу будешь бить. А мертвого тела разности никакой нет. По чем он будет бить? Ты все время это переживай. Я смотрю, когда вот аварии на дорогах. Я сейчас много специально смотрю и как наши идиоты. Мы в такой ситуации были. Мы вчера долго смотрели. И вот тут ударились, тут ударились. И мы могли там попасть. Вот он знает, когда ночью в тумане шли и там машина горит, там дым. И до встречи в нашей полосе несется машина. Туман. В Дальний Восток. Но мы живые вышли. Я все это примеряю к себе. Сколько раз мы могли погибнуть, даже не зная про то. Перед нами авария была. За нами авария. Почему не мы? Машина освященная, за нас молились все. Ответ один. С нами Бог. И ангел Господень провел. А вот сейчас поедешь, ты погибнешь. Не знаю. Но я все равно поеду, если Бог меня проведет. Я делаю дело Господне. И поэтому надежда не постыжает. Надейся. Я надеюсь. А когда надежда видит, она не есть надежда. Что надеется, когда я уже вижу? Надежда, только я предполагаю. Я надеюсь, что нас Господь не покинет. Мы проедем. Сейчас посмотрели мы, едут на машинах по Скандинавии. И который парень едет, и с ним девушка. Ну девушка там она, его или невеста, Катя. И он ей все наговаривает. И сам хороший, какие-то настоящие. Вот в окно, видать, столько. Это как нашли гостиницу в два раза дешевле. И как ехать, переезжают в границу. И там где-то. Я думаю, а как мы-то поедем-то? И платят все евро. Подходит евро. Дорогой очень бензин. И все говорит. И все. Что делает, то и говорит. Не молчком это делает. Ну видно, что раз они идут с Катей, кто-то третий снимает еще. Ну как, выжить во что бы то ни стало, любой ценой. Он там в джунглях падает. И все это заснято. Значит, еще кто-то снимает. Он говорит, да, мы экспедиция. Потом прямо говорит. Не один, видать, там. Да. Не один. Вы видели, такие, это написано. Выжить во что бы то ни стало. Выжить любой ценой. Один спецназовец, он во всех странах. Бросает его в пустыне, бросает на север, спускает в ущелье где-то. Как вылезти, как выжить? В пустыне. Вот здесь он показывает берег. Вот здесь 53 человека только погибло. Остов, скелеты. И он выживает как? Куда надо идти? И он идет. Вечер наступил. Где он? Он на скалу забирается и себя притягивает. Вот нашел где-то разбитый, там провода у машины. Провода сгодятся. Он оторвал провода в карман. И идет дорога. Смотрит, слоны прошли. Кал слоновий нашел. Он берет ее, поднимает и выжимает и пьет. Кобру какую-то он палку. Отрубил гону. Зарыть надо. Даже мертвая, она может тебя кусить. Зарыл. А эту шкуру издирает, повернулся и писает в эту шкуру. Мешком. Песел теперь поднимает и пьет. Главное влага, чтобы была. Влаги не будет ничего. А это разберемся потом. И показывает. Вот здесь, говорит, где он там был. В Амазонке-то. Сбросили, подготавливали спецназовость. Но руководитель оказался не на уровне. Сколько он там человек, говорит? Ну где-то человек около 40, наверное, была команда. Все до того погибли. Он не смог вывести их. Уровень воды там поднимается, говорит, сзади на 6 метров. И опускается. И он там буквально по веткам идет. И все наговаривает и наговаривает. Вот здесь крокодилы. Вот это вот попадали. Нашел, дохло, что-то раскопало. Там черви кипят. Это черви все съедобные. Он их берет. Главное выжить. Главное выжить. Он выжил. А меня спрашивают. Да спрашивайте нас. На первом кусте бы засох. Ну какой же он мужик молодец. Сухощавый. Там, помилия его, имя показывает. Когда трудно, подоставят фотографии заламинировать. Два сына, там жена у него. И как он понимается, по Амазонке, поперечные реки, пересекает. Где-то там, даже не выскажешь где. В Антарктиде, в Арктике, везде он все один. Как выжить? Ну его и подготовили. Ну насколько же он на выживание настроен? Думаешь, почему в духовном плане так мы не разрешаем? Да православие такое, да погублено. Вокруг сектанты, безбожная власть. Выжить можно. В этом плане, я могу сказать, на эту роль я уже претендую. В духовном плане, что среди этих сект, среди этих опасностей, среди разных змей, кобр, я выжил. Еще как выжил. Я что, я вижу? Я все применяю. Оно у меня записанное есть. Диски такие, увидите, есть. Да. Хорошие. Если в духовном плане. Дубль есть. Нет дубля. Второго дубля не будет. Нет, еще у нас есть время. 14 стих. Нет, 13 стих. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте в странноприимстве. Сказав выше, говорит толкователь, благотвори с радушием, всем вообще отверз руку, а теперь учит и о милостыне к верным, ибо их называет святыми, и не сказал, помогайте им в нуждах, но принимайте участие, показывая тем, что вспоможение, есть купля, и общая прибыль, ибо ты им подаешь деньги, а они воздаются тебе небом. Воздают тебе небом. Не сказал так же, в больших издержках, но в нуждах, чтобы удовлетворить нуждам святых. Как же не жестоки и неподобны зверям тем, кои не помогают святым в их необходимых потребностях. Не сказал, будьте странноприимны, но ревнуйте в странноприимстве, научая нас, чтобы мы не дожидались, когда нуждающиеся придут к нам, но сами бежали к ним и догоняли их, как поступали Авраам и Лот. Вопрос к чему? Святым. А люди отговорят, я помогаю, а какие это святые? Просят там баптисты, или нуждаются. Мы никогда не рассуждали так. У нас нетолерантность должна быть. Вот мы все время деньги жертвовали баптистам на издание Евангелия подпольно было. Почему? Это самое ценное, что было в стране. Вот и все. Так они, может быть, и стратили. Эти люди вызывали у нас полное доверие. Они сидели в подполье. Это было где-то в Прибалтике. Мы только примерно знали где. Ими занималось даже не КГБ, а ГРУ. И потом рассказывают, когда везли они где-то по Грузии, в горах, Евангелия, в машину, и семеничане могли сделать, что-то где-то, и находясь они их настукали, где идут. И они навстречу, там, крас или что, раздавили вместе с книгами, все книги пропитаны кровью были. Это баптисты рассказывают. Я доказать не могу. Но что мы помогали, это абсолютно точно. И что раздавали Евангелие, они бесплатно, отделенные баптисты, это точно. Абсолютно точно. В нужных святых. И один вопрос, а кто святые? Старобрядец никогда не будет помогать православному, ни коньянину. А мы не должны на это смотреть. Старобрядец, он нуждается. И мы должны помочь. Так вот иеритикам будешь помогать. В нужде, да. Так а ты усиливаешь их руки. Нет, я эти руки не даю умереть им, чтобы они ожили и познали. Антоний Великий обратился через что? Когда его призвали, он новобранец был, и вели на фронт, ну да призывники-то. И в одном селении остановились, ну снабжение-то плохое. А люди-то вышли и кормят. Да дорогу дают ему в карман, суют там какие-то картошку печеную, что в следующем селе так. Он говорит, я таких людей не видал. А что это за люди такие-то? Я уже 20 лет и не видал. Да это христиане. Это такие люди, которые всем помогают. А как они веруют? Они Аполлона признают? Нет, вот не признают. А императору жертву приносит? Они никого не признают. У них за Бога плотника считают, которого его римляне-то правильно взяли на кресте, прибили его. И они вот в него верят. Ну и как верят? Ну верят, что он Бог. Бог. Да, и будет судить мир, придет. И они это все ради его делают. На него так это тронуло. Он так отслужил, пришел и стал искать христиана. Антоний Великий стал. Это дела сработали. Немного. Вы слышали, когда был у нас этот Алексей Владимирович Булатов, директор Бобелевского общества. И он говорит, сколько было, я везде о вас рассказываю, вы у меня вышли на первое место. А мы для переводчиков, дабы покупать компьютеры и все, Горноалтайский язык переводят. Наши общие участия, ничего особенного нет. Мы просто узнавали, где надо. И мы всегда жертвовали. И мы по его свидетельству, а он ездит далеко, по всей Сибири, что мы вышли на первое место. А мы совсем дожили и не баптисты. Да. А он обещался привезти хотя бы одного переводчика. И поэтому больше его нет. Поэтому больше его нет. Нет. Они присылают каждый месяц о пожертвовании. Вопросов нет, пока не будут представлены переводчики. Мы хотим с ними познакомиться. Интересно, когда со Христом. И на тебя не будет действовать ни года, ни старость. Ты все будешь перед Христом держать. Желаю разрешиться быть со Христом. Замять слово какое. Разрешиться. А чего от бремени тело это сбросить? Я тело бременное сменю. Скажу, прощай земля, прости земля и не вмини в измену. Вера Кушнер пишет. Это тело хижина. Это тело храм. Это тело жилища, в котором душа живет. Это она жаждет сбросить его со старившейся, больной, израненной и получить новое. Мы имеем от Бога новое жилище, Павел говорит. А не так, что заболело где-то. Вот намаскивают, вот намаскивают тело свое, разное притирание, чтобы дольше молодость сохранить, шкуру натягивать на лице, к затылку. Зачем? Ты посмотрю, вот тут состарилась суть, Господи, наверное, командировка моя скоро кончится на землю. Я каждое утро, каждый вечер закат встречаю с надеждой. А может сегодня ты отзовешь меня? И ты уверен, что спасешься? На меньше я не согласен. А как ты можешь надеяться? На Христа. Ни одного доброго дела мне в заслугу Бог может и не поставить. Верою. Не по делам Бога, а по делам. Твоим, Господи. Ты просто живи этим, и тогда ты уйдешь. Тебя фанатиком назовут, экстремистом, как угодно. 14 стих. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. После учения о братолюбии и любви к своим предлагает, наконец, наставление и о том, как мы должны относиться к врагам. Не сказал, не помните обид, не мстите, ну что, гораздо более благословляйте и приведет в совокупном. Не проклинайте, дабы мы не проклинали, а только благословляли. кто благословляет гонящих его за Христа, тот показывает, что он с радостью терпит за любимого. Любимое с большим буквы – это Христос имя. А кто проклинает, тот показывает, что он не радуется, а потому дает знать, что он не любит того, за кого гонят его, то есть за Христа. Давайте еще 15 стих. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Великий нужен дух, говорит толкователь, чтобы не только не завидовать, но и радоваться с радующимися. Это показывает душу, совершенно свободной от зависти и гораздо больше значить, нежели плакать с плачущим, потому что к плачу побуждает сама природа, влекущая к состраданию. И так научает нас тому и другому, то есть и состраданию, и чуждому зависти и расположению ко всем, даже к гонителям. А что труднее? Радоваться с радующимся или плакать с плачущим? Труднее. Радоваться с радующимся. Наверное, радоваться с радующимся. Там зависть еще есть. Да. Там с плачущим легко. И вот я вернулся, и когда стал материал выставлять о нашей поездке, как все начали, вы настоящий писатель, это так легко считается. Продолжайте, продолжайте, рассказывайте. Я материалы три дал, вижу, появляются завистники. Один, другой, третий, и я перестал писать больше. А другие, да мы с вами вместе были, понимаете, где вы были? А мы ездили жизнь, там отдыхали для себя. Как хотелось бы с вами поехать, там мы, прям бабки разные, расшевелились все. Я говорю, какие опасности? Они с вами вместе переживают. Мы вас помнили, как они кинулись, когда я пришел, объявил себя, что я вернулся в Mail.ru. А сейчас в Mail.ru, вот уже неделю, нельзя работать стало. Чего это работает? Рассылки нельзя делать. Ну, видать, пожалуй. Один на один только работает. А я до этого, щетлу, 6600 получили. Еще щетлу, еще 6600, большой материал фотографии. А на форуме убрали, увеличивать буквы нельзя, и нельзя фотографию поставить. И почти одновременно. А это разная совершенно система. С чем связано? Теперь я вот уже добиваюсь, сколько. Это связано с тем, что большие материалы, противоправительственные, быстро рассылаются. И они решили, для него много не разошлет. Вот до этого я когда рассылал, а там, там все это, прибор фиксируют. Я раз, нажал. Я сейчас знаю, что сейчас они меня заблокируют. И правда, заблокировали, и показывает макушка, букву, цифр. Одни только, на панглийский букву с цифрами. И пол буквы скрытая, вот так вот только голова одна. Я Володе, давай, это двойка или тройка. Ну вот так, одинаково пишется. Решаем двойка. Если вы не ошиблись, шесть цифр расшифровали. А они молчат. Молчают, минут пять, а потом так, извините, пожалуйста, введу срочную работу, 15 минут, вам придется подождать. Всегда одинаково, стандартно. 15 минут я пошел обедать, прихожу, тогда заново вхожу, а уже все люди получили. И вдруг все отрезали. Послать нельзя. И кого я не спрашивал, вчера Юля спросила, она говорит, я только хотел вас спросить, говорит. Ничего нельзя сделать. У меня один вопрос. Почему? Это какой-то знак. Какой, пока не знаю. Но это не просто так. И в этом плане, пока самое неуязвимое является сайт, или его закрыть, если никак, они на него не имеют доступа. И вот это, Google, где наши материалы сейчас ставят. Я в Орган ушел и стал работать в YouTube. А в YouTube каждый фильм, это 707, я сопровождаю одним вопросом, одним вопросом из наших вопросов и ответов. Понимаешь, нет? Это 700 вопросов и ответов я уже загнал в YouTube. Как вовремя все это получилось-то. И буквально неделя не прошла, а там пока нигде ничего не трогают. Видимо, там много не напляшешь. И там не каждый туда сунется. Надо иметь материал хороший. А задубляж чужой, там прищущат тебя. А мы свои выставляем материалы. 700 вопросов. Они уже все вошли у меня. Я думаю, как Господь показал. До этого сколько времени, даже ни одного не мог ставить. Не знал. Приехал Миша, показал. Я все дела отставил. Все отставил. Вклейки, книги, готовые к изданию. Все. И вдруг YouTube показалось, что он дублируется, как дочернее предприятие Google, в мировой системе. И там все. То есть эта речь идет не о двух, не о трех людях. А Миша это кто? Не Миша. Кальмая. Кальмая. Я закончил, дня три назад закончил эту работу. Только закончил, и везде все перерубили, а мое осталось. Но в Mail.ru и на форуме я ставил фотографии. Вот этот, говорит, зашел, посмотрел, там сокровища целое. Больше пяти тысяч фотографий успел поставить. Больше у меня нету, фактически. И там сколько роликов. И на форуме, каким хотел шрифтом-то, и вдруг закрыли. Я думаю, а сильно по мне это ударило? А посмотрел, у меня ни туда, ни сюда ставить нечего. Я все выложил уже заранее. То есть когда наступило уже конец перестройки, я сказал, мы потрудились перестройкой. Мы выжили все из нее. Еще могли. И поэтому на старом жиру можно долго держаться, если он есть. Как медведь. Как Мишка. Да. В биологии. Старый жир. Так что перестаскивай туда все, на сайте. Пока можно. Юлия умеет это делать. На наш сайт. Шестнадцатый стих. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Опять рассуждая это смиренно-мудрее, ибо естественно, что в Риме, как в столичном городе, была болезнь гордости. Смысл сказан вот такой. Ты почитаешь себя великим человеком, почитай брата таким же, ты подозреваешь, что мал и низок сердцем, произнеси такой же суд о себе, и таким образом смиришь всякое высокоумие, и не будешь гнушаться им, будто лучше его, но станешь почитать его, как равного себе, как и самого себя. Ты маленько остановись. Вы понимаете, вот в мелочах. Вот у меня человек один, два, два, три, я говорю, знаешь, ты с себя сними верхнюю одежду, то тут тепло. А зачем? Я второй раз говорю, третий, пятый раз, уже это зарубка в душе, этот человек прикосновить будет и в дальнейшем. Тебе сказали сразу, скинул и без сказок. Слушаюсь, все кончилось. Не высокоумствуй. Где-то есть порядок, я пришел, они сказали, я гляжу, не мне сказали другим, я мгновенно это все перенял себе, подошел, мне уже замечания не делают. Чего высокоумствуешь-то? У нас принято, вот шинели, которые я получил в летном училище-то, погоны убрать, звезды стереть. Никто не противоречит. Дошло до Жени Ильича, сразу против. А почему? Вы тоже шинель носите. Ну, во-первых, я шинель не ношу. Я ношу китель. Ну, а китель, ну, он без погонов. А какая разница? Ты чего высокоумствуешь? С фронта вернулась, вся страна ходила в военной форме, но погоны-то никто не носил уже. Погоны снимаются, как с армии. Уболен? Подписали? Все, погоны сразу сняли. Если разжаловали его, погона срывается с офицера. Чего ты высокоумствуешь-то? И даже на гражданская одежда, вот это, это них греет, еще все погонщики срезать. У нас принято это. И вот высокоумствует, высокоумствует, чем бы ни сказал, на все какое-то противоречие. Чем кончилось? Катастрофа. А я это заранее знаю. Если ты в малом не верен, в большом тебе не доверят никто. Я всегда врача... А ты никогда не спорил, как было? Спорил. Спорил, виноват. Но я спорил, потому что я по-другому не могу. Почему? Меня повез дядя Миша на машине своей, искупаться в Балтийском море, на пляже. А женя, они говорят, ты дай ему переодеться одежду. Ну я искупался, эти трусы отвернулся, там никого нет. Я выжил надеваю, он дает мне, вот, сухие надень. Но я сегодня выезжаю, еще же я в чужих трусах-то поеду. Я сказал, надень. Мне вот только и надеть его трусы-то. Как он разобиделся. Ты еще добра не научился делать, а уже зло делаешь. Да давай скорее трусы эти, я хоть другой стороной могу надеть, как угодно. Он обиделся. Это неправильно. Это человек немощный в вере. Я это не делаю, я не привык брать чужое. Я вообще не беру. Представь, Фаня пришла на занятия, еврейка, первый день, первый вечер, и принесла пирожки. Я пирожки вам принесла. Да я еще распутен, что ли, меня кормить пирожками-то. Ему в смертный день, отравленное там, сианистым халисом, подавали. Я не знаю, что я тебя не обвиняю, но я не принимаю ни от кого. Не принимаю. Вот она пригласит, вот сестра, Александра Михайловна, из сада. Ты там свое доверенно кому-то. У этой Галины свой огород, она приносит там порезанные, мелкие яблочки бывают, и там облепихают. Это я беру. Они купленные свои. Не беру никогда и ничего. Я не дал два мешка муки. Она один мешок ей, а из одного нам готовит. И все. У меня нет ничего. И поэтому я просто вжился в этот образ. Не то, что я герой. Я вжился, и это стало сутью моей плоти. Я никому не звоню, но у меня телефон все время. А почему? У меня денег нет, не на что звонить. Совсем не звонишь. Звонки только на меня идут. А кому надо, я брякнул. Ему если не надо, он не берет. То есть она там мне перезвонит. Мне деньги положил один человек, а другой купил телефон. У меня нету. Если я раньше отдавал 90%, сегодня я даю 100% всей пенсии. У меня нет ее, вообще нету. Я к ней не прикасаюсь. Вот она платит тут, собирая деньги за квартиру, у меня вообще ничего нету. Ну, прости, не могу. Но тут я уже гибко не проявляю себя. Я бы мог где-то, маленько-то. Я просто стою на этом, и все, железобетонно. Ты не обижайся, что я не беру. Понятно? Вы у меня доверенного сидите. У вас я беру. Остальные я прошу не делать. Вот летом ездили, Надежда Ивановна приготовляет хорошо. У Николая были. Она приготовила все, а я беру. Почему? Ну, я знаю. Знаю, я знаю, что мы надели Божьим, только тогда я беру. Вы все это из Писания берите. И тогда жизнь твоя, вот эти поступки, даже другим, которые не нравятся, они будут пропитаны со знанием Писания. Я это делаю не по высокомерию, и не по смирению. Просто это другая жизнь, она не моя жизнь. Я не могу в чужую жизнь вписаться. У меня, во все бывают слезы, я плачу. И больше всего плачу, когда вижу, что меня рукоположили священники. Я рыдаю, плачу. Что я буду делать? Зачем это нужно? Когда меня рукоположили? Какой я священник-то? Понятно? Люди бьются годами, крутятся около архиерея, чтобы его рукоположили. У меня все на выверт. Меня ни один архиерей брал, тащил. Я тебе сейчас, мы прямо здесь зайдем, сейчас тут у меня алтарь свой дома, я сейчас рукоположу тебя. Не могу. Митрополиты меня хотели рукоположить. Я доказал, это не мое. Это не мое. Вот и все. Толкование. Научает, как можно исполнять прежде сказанное. Именно. Если не будем высокомудрствовать, но последуем смиренным, то есть станем подражать униженным и презираемым, то есть снизойдем, применимся к ним, то есть не думайте, что сами можете удовлетворять себе во всем, и не имеете нужды в совете другого или в том, кто внушает должное. Моисей беседовал с Богом, однако имел нужду в совете с тестем. Пример такой. Ты спроши людей, кто знает, о чем здесь говорится и как это применить на сегодняшний день. Кажется, ты один раз заявлял претензии на это толкование. Ну-ка скажи, о чем речь идет? На это место? Да. О чем речь идет? Когда я заявлял? Не помню. Ты меня поставил в положение Моисея и что я не поступал с вами неправильно и должен слушать Яофора. Из-за поездки, когда разбирали, забыл, молодая память. А, то этот... Моисей-то дал... Яофор дал Моисею совет, простой, житейский, а Моисей его послушал. Вот о чем я и говорил. Вот так говорил, значит? Ну, говорил. Так о чем речь-то идет здесь? Простой, житейский? Управление народом это был житейский вопрос. Он ему не говорил... Это государственный вопрос. Еще себе. У Путина это житейский вопрос. Сейчас внучка родилась и как? И вторую дочь как выдать? За кого? За этого сына внешней торговли южной корейства или за кого? Вот это житейский. Ну, не духовный был. А это не житейский вопрос, когда он подписывает в Государственной Думе и прочее. Это государственные... А какие тогда государственные дела? Как раз здесь Дума была образована. А он подписал приказ. Он посоветовал... Натолкнул его на это. А почему? Потому что в малой своей общине и Афор его тесть разбирался хорошо. А Моисей-то он кроме Авеста не видел ничего. А римские права, епитетские права, Конституцию он не мог применить к еврейскому народу. Здесь все другое, другой закон. И он решил так. Этот ошибается, этот ошибается. Решал все сам. Кто у кого курицу украл, кто у кого лопату взял. Там простые вещи-то. А простые вещи решать могут маленькие люди. И он, вот, я Афор на тесть посоветовал. Он с утра до вечера жарится на солнце. Он посмотрел, ты что делаешь-то. Да вот приходят, никому не доверяют. Я самый правильный-то. А ты сделай 10 начальники, 100 начальников, это повыше районный суд, дальше городской суд. А уж когда вообще не решается нигде никак, когда воевать, войну начинать, эти вопросы ты решай уже. Подпиши сегодня вероломное нападение на Мавитян. Завтра вероломное нападение на Филистимлян. Других-то приказов какие? Он врубался, как Мухаммад. Это два человека, которые никого не признавали. Моисея и Мухаммад, они все рубили подряд. Беременная женщина только пополам. Девушку первым местом к гинекологу. Если девушка, значит, твоя, если она девушка. А если она уже познала мужа, руби ей голову. Вот девушка тут и выиграла. А ее сколько? 40 дней, чтобы ногти обстригла волосы, и 40 дней была скорбящей по отце своем. Он по-другому не мог никак. И он его когда наставил, они не в житейских делах, ты не прав, не понимая, о чем они говорили. А для этого есть десяти начальники. Ты мне роль десяти начальника даже не отвел. Вот он-то не прав. Хотя на роль десяти начальника поставь. Ну, он пяти начальник. Пяти. Пяти начальник. Звеневой называется. Звеневой, но пяти начальник. Аллилуйя. Спаси, Христос. Слава Богу. Еще какие у нас будут резюме к этому к сегодняшнему занятию? На неделе у вас задание какое? Духовного роста. Я каждый день благодарю Бога, чтобы Он воздал милостью всем живым и отошедшим, кто трудился над моей душой, над ее возрастанием. И каждый день я молюсь Господи, воздай милостью тем, кто все создал, кто облегчил мое существование. И особенно Тимофей Ха. Вьетнамец, который эту библейскую версию запустил, я и пользуюсь. Тимбернес Ли, который изобрел интернет. Мартин Купер, который мобильный телефон изобрел. Господи, этого Мартина привлеки к себе. Я за них благодарю, за шахтеров, за всех. Поэтому молитва моя не может ограничиваться только видимым. Даже то, что меня окружает, это все входит в знак благодарности Богу. Такие люди прошли, которые облегчили мое существование. Твой язык должен волну за волной благодарности к Богу гнать. И тогда заниматься глупостями и обвинять другого в чем-то уже времени совершенно не будет. Тем более сидеть по Библии, как мне там Устина Володя все подыскал, все это к мне, ко мне. Да как бы я подыскал? Я за 50 лет никому такого письма не писал. Сложно очень. Потому что что написано, написано ко мне. В первую очередь. А другому я могу указать вот такое место писания. Володя одно место нашел, я хотел сказать. Откровение для меня было. Я эти места считал, но к тому месту не относился. И вот вам как раз вы остались сегодня. Я сейчас вам скажу. Секунь, секунь, секунь. Секунь. Даже сразу не определишь с какой стороны. Ага. Притча Соломона 19.24. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Ну я знал, он ленивый. Так он над чашкой поэтому наклоняется, что не может, чтобы не наклонялись. Вот к этому я не мог применить. Володь у меня открыл. Это очень сильное место к тому, чтобы на чашке не склонялись. Он ленивый этот человек, он не может даже ложку донести до рта. Вместо писания еще повторите, пожалуйста. 19.24. Пища Соломона. Пищи. Вот я знаю, что это ленивый человек. Вот мне пишет, которого у меня супермодератор Ольга Ворова. Она такая-то. Безразмерная. Объемная. Но она может и страдает от этого. И она пишет мне, ох так, есть охота. Переписываемся с ней. Но как подумаешь, что это вставать надо сейчас. Шагать до холодильника, потом его открывать, потом брать в рот, жевать и подумать, нет, обойдусь без этого. Ну, конечно, ради шутки она, у нее юмор есть, она не старая бревна. Но главное, идти, представьте, до холодильника, надо сказать так. А он не может руку донести горта своего. Поэтому он... Ну, донести это вот так у нас. Вот эта чашка, вот я щерпаю, и так за край стола, чтобы подбородок не заходил. Мы так учим, прямо сидеть. Ты хочешь посмотреть, как прямо? Ну, посмотри, когда, кто он этот, Герасимов снимает фильм, Тихий дом-то. Вот они все сидят. Вот они сидят с одной чашки, там, когда напашнили. И все хлебают, и подтаскивают. Мне как животное не сломается. У нас дома была одна чашка. А в деревне всегда так было, я тоже в такой... У нас была неудобность. Отец любил очень перец. Вот перец сладкий мы не знали. А только горький, горький. Отец туда бросит струщок, есть нечего. Отец на нас смотрит. Ну, ладно, ребята, возьмет сверху ножик, положит над чашкой. Я пополам перегоржу. Это ваше, а это мое. Мы тогда хлебаем уже не так. Сверху чашки ножик лежит. И он отгородил перец от нас. Ведь у нас же хватало. А там есть такое сухожилие, лев называлось в мясе. И вот отец даст, вот кто перехосит на один раз, с того жилить буду. Уж мы тиской не можем перекусить. Так неженатые за стола и вылазили. А бурган, а посел? Я не понял. Я слаб в этом. Веревки моего ума до конца этой мудрости не достали. Как помолимся? У нас два варианта молитвы. Один вариант, вот только мы своими словами просим, другой называем по полной программе. То, что входит в раз. Я говорю, семикратно венит. Вот за один раз мы молимся в три святоя и сто поклонов. Сокращенное. Сокращенное просит. Первое. Что говорят? Первое просит. Просто короткое. Господи Божий наш, слава Тебе. Всебогущий Создатель, хвала Тебе. Исполни нас Духом Твоим святым. И не нам, не нам, но имя Твоему дай славу. О чем мы рассуждали? Господи, сохрани наши книги, помоги издать. И приготовь все необходимое для благовестия. И все слышанное из Слова Твое помоги нам исполнить. И не искать своего. И на врагов, противников, желающих нам пакости сотворить, пролей милость Твою. И сохрани место себе селения наше от пожара, от воровы, от нечистой силы. Помоги нам всем исполнить волю Твою. И в вечности быть с Тобой, и Христе Божий наш. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, кто здесь первый раз был? Если вам захочется еще, вы должны спросить у нас разрешение. Может быть, не входят. Мы хотим прийти в следующий, там, субботный, воскресенье. Мы должны знать. Когда уже побольше вас узнаем, тогда вы можете приходить уже без разрешения. Но если вы три недели не будете, мы обязательно спросим, а вы где были прошедшие воскресенье? Ты скажешь, а я нигде не был, все, мы запрещаем и к нам ходить. Вот ты скажешь, а я там ходил в свою церковь, или ходил к католикам. Тогда можно ходить. То есть душа не давая отдыхать. Мы не настаиваем, чтобы ходили к нам. Но душа, чтобы твоя была загружена. Вы слышали? Вы там при храме работаете. Вы там работаете, но воскресенье, чтобы вы где-то были в храме Божьем. В каком нас не касается. Это ваша душа решает. Игорь Ильич, так Олег, он вообще, он сейчас, сколько тебе осталось? До 4 февраля. До 4 февраля он потом к себе уезжает. Он же, у него заложное обучение. Пожалуйста, приглашай твой друг. Он будет, может, и нашим другом. Ну помоги мне. Пойдем, я вам голубей покажу наших, моих. У меня голуби чудесные. Давайте книги закроем. Материю возьми. Ну-ка, да. Где она? У вас во сколько? Вон вверху. Так, помогите. Закрывайся просто. Сейчас закроем. А что вы делаете? Другой бери. В больнице работаете. Я дозвонился. А, зайти проведать? Вот так, хорошо. Спасибо. Давай. Чтобы пыль не попадала. Так, окна постарайтесь открыть, потому что свет должен попадать. Спасибо, Господи. Закидь вот так. Свет играет. Второе тоже. Свет. Второе. На зидай. Вот так. Открой. Ну, главное, чтобы... Вторую шторку тоже. Вот видите, как у нас светло будет. Слава Христу. Конец делаю венец. Начало мудрости страха Господень. Конец делаю венец. То есть, у нас столько людей через нас прошло, что эйфория нас уже не посещает, когда мы видим новых людей. Да, вначале было...